Слава Богу! Знаете, друзья, я думаю, у всех у нас есть какое-то радостное переживание того, что близится какая-то теплая пора, какие-то приходят солнечные дни. И казалось бы, что такого? Но жизнь продолжается, и может быть, ничего не изменилось в нашей жизни. Может быть, денег у нас больше не стало, и может быть, машина у нас не появилась, или лучше не стало. И дом, отделка в доме какая-то не появилась, или дом сам не появился, у кого как. Но просто солнце появилось на улице, знаете, после пасмурных и каких-то таких дождливых или там зимних дней, хмурых. И от этого приходит в сердце какая-то надежда и радость. Я думаю, все с этим согласны, да ведь? Вот так устроил Бог. За пасмурными днями приходят солнечные дни, потом опять это сменяется пасмурными днями, так проходит жизнь человеков. Вы знаете, в жизни церкви, в жизни народа Божьего, в жизни людей, которые верили в Бога и шли за ним, тоже бывало разное. И бывало так, что народ Божий, находясь в каких-то тесных обстоятельствах, особо ревностно, особо с желанием, с жаждой взывал к своему Богу. И Бог немедлил, значит, ободрять их. Это не то, что Он изменял обстоятельства их жизни. Нет. Обстоятельства порой не менялись. Но присутствие Божьего Духа, присутствие Божьего Слова, присутствие самого Святого Бога с народом своим укрепляло, давало жизнь, давало веру. И народ шел, проходя эти трудности, формируясь в этих трудностях. И, значит, преображаясь в образ Господень. Потом приходили времена отрады, времена радости, времена какой-то, знаете, такой, ну, может быть, благополучия, скажу. И, как правило, многие из народа охладевали, многие из народа удовлетворением таким жизненным оставляли тесное общение со своим Господом. Это история церкви, и это периодически можно проследить от первых дней христианства. В принципе, и в Ветхом Завете было все то же. Вот. И периодически это повторялось, периодически это повторялось. И сегодня вот так брат Олег, ну, заметил, что там не так, может быть, поем, не так, может быть, как-то вот. И я так подумал про себя, думаю, Господи, ну, наверное, опять все повторяется. Наверное, время идет, и сегодня, может быть, стало маленько легче, чем было раньше, по крайней мере, в моей жизни. Сегодня стало маленько как-то все-таки, ну, благополучней. И, может быть, от этого мое сердце не так горит до тебя. Вот. Но бывает, приходят времена тесные. И я хотел бы прочитать из книги о том, поразмышлять с вами, как было в жизни одного человека, когда у него было очень тесное время в жизни. У него была и потом счастливая жизнь, полная, знаете, благословений, полная силы, сопровождавшей его. Но вот в который период я хотел бы с вами сегодня порассуждать, это было время очень тесное. Но в основу своей проповеди я положу слова из книги Псалмов, 36-й Псалом. Это Псалом Давида. И здесь написано, третий стих. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И Он выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полный». И часть седьмого стиха я прочитаю. «Покорись Господу и надейся на Него». Вот до этого момента. Знаете, друзья, я когда размышлял на эту тему, на тему вот именно того, что события меняются в нашей жизни, и порой приходят очень тесные, сложные обстоятельства, и нам кажется, нам по-человечески хочется вывернуться из них. Хочется как-то, знаете, выскочить из этих обстоятельств. Когда нас зажимает жизнь теснее и теснее, нам хочется как-то, знаете, быстрее, чтобы это все кончилось. Я думаю, с этим все согласны. Но никто такой не ждет, знаете, ну быстрее бы в мою жизнь пришло горе какое-то. Быстрее бы в мою жизнь пришли какие-то обстоятельства сложные, и я бы тогда радовался. Но таких людей нет, мне кажется, это ненормально. Нормально было бы так, что вот когда человек хочет как-то, чтобы это быстрее все кончилось, но, знаете, это порой не так быстро кончается. И вот этот человек, Давид, очень необычный человек, и он написал эти слова в одном из своих псалмов, и написал о том, что «утешайся Господа, и он исполнит желание сердца твоего, уповай на Господа, понимаете, и он выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень». Он что-то понимал, он что-то пережил, он что-то прошел и писал то, что было в его жизни уже пережито, а может быть переживал в тот момент, когда писал. Это не просто слова, это не просто человек. Вы знаете, и то, что это не просто человек, нам свидетельствует Иисус Христос. Я когда внимательно рассматривал жизнь Давида, мне было очень интересно, что же особенного нашел Христос в жизни этого человека, именно Христос, потому что он не стесняется, знаете, не стесняется, когда он является в Откровении, в книге Откровения апостолу, в видении, и Иисус не стесняется себя назвать потомком Давида. Вы знаете, у Давида жизнь непростая, она полна была разных моментов, и были такие, знаете, яркие моменты, которым нам стоит, я думаю, обратить внимание и взять для себя очень полезный, добрый пример. Это был человек веры, это был человек упования, это было сердце любящее Господа. Но знаете, это был, я скажу, даже человек смирения и человек доверия Богу. Но в то же время у Давида были моменты, которые нам не стоило бы брать как пример. Мы знаем все эти моменты, я не хотел бы на них заострять внимание. И были моменты, знаете, таких каких-то пятен в жизни, каких-то, знаете, непристойные такие моменты, но Библия нам это все открыто показывает. И вы знаете, что меня поразило, друзья? Допустим, этих же моментов в жизни Авраама намного меньше, мы читаем в Библии. В жизни этих же моментов в жизни, допустим, еще других людей бывает меньше, но в жизни Давида они открыто показаны все. И Христос, когда приходит, приходит уже воскресший, во славе является Иоанну, он не стесняется себя назвать. Я корень и потомок Давида. Друзья, это характеристика. Я вам скажу, характеристики бывают пишут с работы, с учебы, еще откуда-то. У меня часто просили характеристики, когда я, допустим, приходил куда-то устраиваться. Вы знаете, но такую характеристику, я думаю, хотел бы получить каждый, но, наверное, уже никто не получит. Это очень утвердительная и веская характеристика. Согласны? Я корень и потомок Давида. Так сказал Иисус. Он не постеснялся назвать себя потомком этого человека. Что же было особенного в этой личности? Почему Иисус называет себя корнем и потомком этого человека? И вы знаете, один из моментов, на который я обратил внимание, это жизнь Давида именно в тот период времени, когда он находится, знаете, в таких стесненных обстоятельствах притеснения от царя Саула. Будучи молодым человеком, когда ему было примерно 15 лет, 14-15 лет, однажды, когда он пас овец, пришел некий пророк и сказал, что ты избран на царство и помазал его в царя над Израилем. Это был молодой человек, ну попробуем представить 15-летнего юношу. Что-то понимал, я думаю, особо он ничего не понимал, так что прям на царство его помазали. Ну помазали, помазали, что-то произошло интересное в жизни. Какой-то особенный пришел человек, который что-то знал, что знает Бог, и сделал то, что сказал ему сделать Бог. Что изменилось в жизни Давида? Ничего не изменилось. Пас овец, и дальше пасет овец. Царем стал? Да не скажешь вроде. Как пас овец, так и продолжает. Что начало дальше происходить? Мы все с вами читали Библию, это первая книга царства, она нам повествует о том, что потом началась война с филистимлянами, появляется некий этот большой Голиаф, и Бог дает чудным образом победу Израилю руками Давида над этим Голиафом. Потом его приглашают в дом Саула, начинается там прославление Господа, и злой дух отходит от Саула во времена, когда Давид прославляет Господа. Потом этот злой дух возбуждать начал Саула против Давида, и он сперва Давид, он ставит Давида своим, значит, одним из тысячи начальников, но и Бог дает успех Давиду. И, казалось бы, вроде пошло, вроде бы пошло, знаете, на успех, и вроде бы сейчас вот-вот уже скоро это пророчество сбудется. Но потом мы видим, как все резко меняется, и в жизнь Давида приходят очень тесные и сложные обстоятельства. Мы видим, что Саул, значит, будучи ревностен в какой-то нечистой ревности, начинает Давида гонять, кидать в него копья и так далее, притеснять, и в конце концов он положил сердце своему бить этого человека, и Давид вынужден скрываться и убегать. Имея в своем сердце такое, что не поднять руки на помазанника Господня. Вы знаете, это длится очень долго. Если в нашу жизнь приходят обстоятельства, то они, бывает, проходят, знаете, как-то, ну, не так долго. Но в жизни Давида это длилось очень долго. Если внимательно читать Священное Писание и проследить, то сколько Давид терпел вот эти вот притеснения и стесненные обстоятельства, будучи гоним властью того времени. А вы знаете, что такое? Мы читаем сегодня, для нас это какое-то, знаете, чудное такое историческое событие, но на самом деле я хотел, чтобы мы попытались представить поподробнее. Представьте царь, ну, на сегодняшний день президент. Вот какие-то обстоятельства происходят на Украине. Он наделен властью, он наделен полномочиями, он наделен неограниченной властью. Выше его в государстве только Бог. И вот этот Саул повелевает истребить. Вы понимаете, все силовые структуры, все спецслужбы, я уже на нашем языке говорю, все задействованы для того, чтобы поймать, истребить, уничтожить. Все охранные войска, все пограничные войска, все территории ни шагу не шагнуть. Вы представляете? То есть Давид пытается спрятаться в лесу, пытается спрятаться в пещере, пытается во рвах, мы читаем Писание, они прятаются где-то под корнями, где-то на деревьях. Он как, извините, я так скажу, он как собака, там, по-моему, так и написано. Он как собака скрывается где-то везде, понимаете. И уже, ну, я не знаю, на тот момент чувствовал ли он себя царем. Но где-то в памяти у него остается то, что он помазан был однажды на царство. Вот ему уже 18 лет, вот ему уже 19 лет. А он бегает и бегает, и постоянно его ловят. Оттуда пришел слух, там тебя ищут. Он убегает в другую сторону, оттуда пришел слух, там тебя ищут. И вот так проходит его жизнь. Я не знаю, кто вообще переживал это когда-нибудь, но среди революционного центра, я думаю, братья есть, которые находились в уголовном розыске. Это очень неприятно, знаете, такое чувство. Когда постоянное осознание тебя везде ищет. На улицу не выйди, тебя постоянно, ну, могут... Но находились в розыске за какие-то свои преступления и плохие дела. А этот человек не делал плохих дел. Он просто однажды пророком был помазан на царство. Самое плохое в его жизни дело то, что он был помазан на царство пророка. И вы представляете, за это именно его притесняет Саул. И так Давид бегает, прячется. И уже он вынужден пересекать границу государства, и убегает к филистимлянам, к царю Ахнусу. И вот ему жил 20 лет. И вот ему уже 21 год. Я не знаю, но я быстро, наверное, перечисляю года. На самом деле мы знаем, сколько год длится. И постоянно тебе надо где-то под корнями, на деревьях, в пещерах, в холоде, в дожде. Вот к нему присоединяются 600 человек. 22 года. И он живет у некого Ахнуса, царя филистимского, который на то время был царем в государстве филистимлян. Он вроде бы с ним уживается. Тут ему выделяют некий город, называется он Сикелак. И в этом городе Давид проводит свои дни с этими 600 человеками, которые тоже огорченные, обиженные на власть Израиля, на царя на этом. И с ними он там обустраивается. У него уже появляются две жены. И он с ними живет. Там дети появляются. И у тех людей появляются какие-то семьи, дети, дома, обживаются. Но вроде бы кое-как, мало-мало наступила какая-то жизнь. Домик, жена, дети. Вроде бы успокоиться может. Тут этот Ахнус идет на войну с Израилем. 23 года Давид. Это написано в 1 книге Царств 29 главе. И вы знаете, и пошли, собрали филистимляне все ополчения свои в Афеки. А израильтяны расположились в станом у источника, что в Израиле. И начинается война с Израилем. Князья филистимские шли с сотнями тысячами. Давид же и люди его шли позади с Ахнусом. И говорили князья филистимские, что это за евреи. Ахнус отвечал князьям филистимским, разве вы не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского. Он при мне уже более года, я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. Князья филистимские возмущаются, говорят, ты зачем так делаешь, он же тоже еврей. Он сейчас станет против нас в этой битве, и нам будет еще поражение от этого царя. Давай его отсюда и убирай его назад. Этот Ахнус говорит, ну уходи, они все против, я ничего не могу сделать, уходи, тоже сиди там в этом Секелаге. Они уже отошли на какое-то время от Секелага. Давид вынужден возвращаться назад. Саул против Давида. Все там его притесняют. Здесь вроде бы он уже начал уживаться, теперь Ахнус против Давида. Он возвращается в Секелаг, приходит туда, там пока он ходил, напали амаликитяне, сожгли город огнем, украли всех жен, детей забрали, все разрушили, все поразворовали, все горит, дым. Вот он приходит домой, нету ни детей, ни жен, все сожжено, все разграблено. Там Саул гоняет, здесь Ахнус против, здесь всех детей нету теперь, жен нету. Я не представляю, я пытался себя представить на месте этого Давида, но не получается. Вы знаете, что-то чувствовал этот человек, что-то переживал. Но у него были 600 таких верных парней, знаете, которые с ним всегда были, которые ради него готовы прорваться через войско, принести ему попить. Такие были, ну, мужественные ребята. Я скажу, знаете, такие не, ну, не, как бы такие не плаксивые люди, воинственные люди. И вот он такой думал, ну, я не знаю, какое это переживание, но все-таки вместе, но все-таки как-то, и вот эти 600 берут камни. И поворачиваются побить Давида камнями, потому что и их жен украли. И они обвиняют его и говорят, это ты виноват вообще. Что мы пошли, послушали, за тобой и пошли куда-то. И ты виноват, в общем-то, что у нас вот так вот теперь и наших жен нету, и детей нету, и все наше имущество разграблено. И сгорело. И все на него. И вот он один, этот Давид. А где-то в уголке сознания есть память. В 15 лет пророк говорит, я помазываю тебя в царя над Израилем. Но я не знаю, чувствует ли он себя царем в этот момент, когда его 600 хотят. Представьте, 600 человек, ну, здесь 250-300, хотят побить камнями. У меня Тима кинул тут камушек, машинное окно разбил, маленький. Я думаю, если там камни-то не такие были, как Тима кинул. И вот они хотят побить его. И написано здесь, это в 30-е уже глава Первой книги царств. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Я представил себя в этой ситуации, знаете, когда сильно трудно мне бывает. Я бывает, ну, уже совсем тяжело, и молишься, и все, но нету помощи, как-то вот тяжело совсем. И не меняется ничего в жизни. И кажется, Бог молчит. Я так отметил в своем сознании, что у меня такое было привычка, я бегу к служителю, который близко со мной, ну, как душепопечитель, я бегу к нему, ну, давай помолимся. Мне сильно тяжело, он, как правило, говорит, ну, давай, мы молимся с ним, он что-то говорит, и мне как-то становится легче, и, может быть, он толком-то ничего мне не помог, но та молитва, то действие, оно само по себе помогало. И сила от Бога приходила через вот это вот, то, что я к нему приходил, и как-то мне приходило утешение. И я так представился, я на месте Давида, ну, думаю, ну, я бы, наверное, сейчас побежал к Самуилу, ведь было у них общение с Самуилом, но потом я отметил, что двумя главами раньше Самуил умер. Нету Самуила, ну, нету никого. Что же Давиду делать? Что же делать тебе, когда ты находишься в таких обстоятельствах, когда все в твоей жизни, знаете, вот так вот завернулось? Седьмой стих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Вот что-то отмечал Христос в этом человеке, что-то видел Бог в этой личности, но Давид укрепился надеждой на Господа. Я не знаю, как это было, может быть, он упал на колени, заплакал, может быть, что-то еще произошло. Я представляю, стоят люди и хотят побить его камнями. И сказал Давид Авиафару, священнику сына Химелехову, принеси мне ифот. И принес Авиафар ифот к Давиду. И упросил Давид Господа, говоря, преследовать мне это полчища, догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Вы знаете, это переломный момент в жизни Давида. Он через два дня, если внимательно читать Писание, на этой войне с филистимлянами Саула убивает. Через два дня на третий Давид станет царем. Это мы сегодня знаем. Мы сегодня читаем Библию и видим это. Он этого не знал. Понимаете, самое интересное, что эта личность в тот момент этого не знала, что через два дня все изменится. Я думаю, он готов был жить так. Он готов был в трудных обстоятельствах вставать на колени, обращаться к своему Богу. И укрепляться надеждой на Господа. Он готов был, понимаете, получать ответ от Бога. И следовать этому ответу. Следовать этому наставлению. Догоню ли я их? Догонишь. А если бы сказано было, не догонишь. А если бы сказано было, не отнимешь. И нет моего благоволения к этому. Я думаю, и тогда бы он последовал этому ответу. Это сердце было послушное Богу. Это сердце было уповающее на Бога. Я думаю, что-то это именно отмечал Иисус в этом сердце. И вы знаете, через два дня на третий пришли люди и сказали, Саул умер на войне. И мы хотели бы, чтобы ты стал царем. Это мы сегодня знаем. А он тогда этого не знал. Что через два дня на третий все изменится. Все изменится абсолютно. Семь лет вот этой беготни по лесам, ущельям, горам, каким-то скалам, в орвах ночевать приходилось. Семь лет вот этих сложных, тесных обстоятельств. И вот все меняется. Я не знаю, ты сегодня находишься ли в таких обстоятельствах или не находишься. Я не знаю, переживание какое-то есть в твоем сердце. Но если есть, может быть, завтра уже все изменится. Вы знаете, я, у нас так родился четвертый ребенок когда, и он не спал. Я не знаю, почему он четыре месяца абсолютно ночами не спал. Он постоянно кричал и кричал, и кричал, и кричал. И это, знаете, длилось, ну, вот четыре месяца. Ну, бывает месяц там ребенка, пока там формируется кишечник, там желудок, понятно все. Ну, тут два месяца, три месяца, и он кричит. Я прихожу отсюда, значит, там в 11-12, и дома. И вот этот крик, ну, как бы поспать вроде надо. Ну, а утром опять надо мне идти. И, ну, жена в таком же состоянии. То есть, ну, так вот он кричит. И бывает урывками, там часок, здесь часок, там 20 минут, тут 30 минут, где-то днем, где-то как-то. Ну, ну, вот постоянно. Знаете, это когда вот маленько, неделька, там еще как-то, ну, можно вытерпеть. Но когда это месяц, два, три, то начинается, знаете, такое вот как, ну, маленько тяжело становится. И я уже так в своем сердце уже думаю, ну, когда это все кончится, Господи? И, знаете, подошло такое, что как бы уже какое-то раздражение начало подходить, какое-то такое неприятное. И что-то там получилось, в бытовом, там, не знаю, где-то жена что-то не так сделала, или что-то сказала не так, или, ну, и как-то я не понял. И у меня такое внутри такое подошло что-то сказать. Резко что-то такое грубое сказать. И я себя поймал на этой мысли, что я уже готов сказать ей сейчас что-то. Ну, по сути, из-за чего я готов это сказать? Потому что она сделала что-то не так, да мы же жили всегда и никогда этого не говорили друг другу. А что поменялось? А поменялось то, что в этих обстоятельствах у меня не хватает благодати покрыть и снизойти, потому что ей тоже тяжело. Вы понимаете, и в этот момент я встал на колени и начал молиться Богу. И знаете, что произошло? И произошло, что Дух Святой в мое сердце проговорил и сказал, что это все кончится однажды. Не вечно так будет. Но то, как ты пройдешь и выйдешь из этих обстоятельств, по сути, и определяет тебя как личность. По сути, и скажет о том, каков ты на сегодняшний день христианин. Друзья, слава Богу. Вы знаете, Бог говорит нам сегодня, что те обстоятельства, в которые мы помещены, или в которых мы оказались, может быть, они невыносимо сложны. Я не говорю, что то, что ребенок у меня не спал, были сложные обстоятельства. Это была маленькая какая-то проверка. Но то, что вот в этих обстоятельствах мы оказались, оно на самом деле нам тяжело. Никто не говорит, что они легкие обстоятельства. Нам очень тяжело. Но то, как мы себя ведем в этих обстоятельствах, то, как мы взаимодействуем друг с другом в этих обстоятельствах, то, какими мы оказываемся. Вы знаете, ну, хотим мы этого, не хотим мы. Я думаю, все хотим, чтобы они кончились. Но, по сути, неважно. Они все равно однажды кончатся. Верим мы в это или не верим. Опустились у нас руки уже. Или не опустились. Они однажды кончатся. Я вас уверяю. Аминь. Но то, как ты выйдешь из этих обстоятельств, по сути, определяет тебя как духовную личность. Друзья мои, и Бог смотрит на нас в этих обстоятельствах так, как он смотрел на этого Давида. Вы знаете, для меня это было огромнейшим примером. Когда все так сгустилось в жизни Давида, он, я не знаю, не стал убегать от этих шестисот, не стал истерить там еще что-то. Он просто, знаете, укрепился надеждой на Господа. Слава Богу. И я хотел бы, чтобы ты сегодня укрепился надеждой на Господа. И понимая то, что время идет, и обстоятельства все равно изменятся, просто укрепиться верой в то, что все это закончится. И Бог выйдет. И наступит опять солнце. И наступит опять радость. И лето все равно придет. Вот верим мы в это или не верим, оно придет. Но как мы себя вели зимой? Как мы себя вели? Как мы реагировали? Как мы стояли в вере? Вот это и будет определять нашу личность, друзья мои. И однажды вся жизнь наша закончится. И мы предстанем пред Ним, как Он есть. И вот сегодня Бог что-то смотрит и что-то делает в наших сердцах. Я хотел бы об этом помолиться. Я хотел бы помолиться, чтобы нам потом не стыдно было просто посмотреть в глаза друг к другу. Не стыдно было посмотреть в глаза Господа. По сути-то, ведь Бог любит нас. Слава Господу. Давайте помолимся. Аминь. Слава Господу.